Здравствуйте, дорогие друзья! Еще один урок на тему нашей недельной главы Б.А.Р. Б. Хукатай В нашей недельной главе я пишу, что очень интересная заповедь, которую мы с вами, наверное, все считаем, сейчас говорим о ней и отчитывайте себе 7 суббот полных 7 раз по 7, то есть 50 дней, которые мы отчитываем до принесения жертвы Омар, то есть, которые мы говорим, каждый день мы считаем, сегодня исполняется такой-то день, сегодня исполняется такой день, это большая заповедь. Но в Торе пишется «Мемахарата Шаббат» на следующий день после Шаббата и объясняют нашим мудрецам, что это имеется не на следующий день после Шаббата, а на второй день, на следующий день после Песаха, после праздника, что в данном интерпретации Шаббат имеется в виду именно праздник, то есть, а не Шаббат. И были разные секты Саду Киев, которые принимали буквально, те, кто не принимает устную Тору и объяснения, которые были даны Машенага и Синай, они говорят, что это имеется в виду после Шаббата. В Торе пишется после Шаббата, значит, и отчитывать надо после Шаббата. Если, скажем, в среду был, скажем, Песах, то отчитывать мы будем уже через три дня, только начнем отчет после Шаббата, то есть, через четыре дня. Шаббат закончится и будем отчитывать. Я говорил Саду Киев, и я слышал это в синагоге нашей, я слышал не только в нашей синагоге, здесь, я слышал в Алма-Ате, этот вопрос, а почему Всевышнему бы сразу не написать нормальным языком? На следующий день после Песаха отчитывайте себе семь дней. Почему нужно назвать именно после Шаббата? Почему в данном случае праздник практически Всевышний называет именем Шаббат? На седьмой день, то есть, после седьмого дня. После седьмого дня осчитывайте себе именно вот такое количество дней. И тут у нас есть объяснение, что мы черпаем особые силы в седьмой день. После седьмого дня начинается цифра восемь. Цифра восемь стоит больше, выше. Я уже вам рассказывал, мы уже об этом говорили на разных других уроках, о том, что еврейский народ находился на грани нечистоты. И для того, чтобы выйти из Египта, Всевышний открыл ему, открылся ему. Он раскрылся ему для того, чтобы был большой свет. Этот свет помог ему выйти, потому что сами мы были бы не в силах выйти. Когда раскрывается Всевышний, то у тебя нет выхода. Когда рядом раскрыто Всевышний, ты не можешь грешить. И Всевышний открылся на таком уровне, что еврейский народ ощутил это раскрытие. И это раскрытие как раз, наверное, называется для Махарата Шаббат. Открытие Шаббата, на который после этого восьмой ступень, который еврейский народ вышел, пишется «Убегал народ». И потом описывается, что жертва Омра – это жертва скота. Потом, пока мы приходим к Халот, то есть мы будем говорить об этом, наверное, на следующей неделе. Но, тем не менее, понятно, что мы имеем в виду особый духовный настрой, который в состоянии изменить и очистить чистоту. Он называется для Махарата Шаббат. После Шаббата. После какого Шаббата? После большого раскрытия. Шаббат в данном случае является раскрытием. Раскрытием большого, божественного, которое невозможно объяснить. Махарата Шаббат. После семи начинается цифра восемь. Следующий день после Шаббата – это цифра восемь. Это очистить себя, подняться на новую духовную ступень и возможность победить силы скверны. Поэтому тут используется именно у нас цифра восемь. Здесь у нас становится очень интересно еще одна вещь, которую мы должны сказать. Пишется «6 дней работай, на 7-й день отдыхай». И пишется именно, что 6 дней нужно работать. 7-й день не может начаться без работы. И здесь мы приходим к нашей недельной главе. Еще одна вещь, которая говорится в нашей недельной главе. Глава А.Р. То есть пишется «7 лет». То есть 7-й год будет у тебя юбилейный. На 7-й год семья не может работать. Но начинается она 6 лет работы. И только потом у тебя будет 7-й день. 7-й год. То есть не может быть 7-й год без 6-ти лет. То есть о чем мы этом видим? Мы видим, что когда еврейский народ не может, то есть в тот момент, когда он зайдет в землю Израиля, он не делает сразу седьмой год, он сначала делает шесть лет. Итак, мы знаем, что на практике было 14 лет, которые завоевывали землю Израиля, и после того, как они завоевали, начался первый год, второй, и так только 20-й год был, 21-й год был, получается, юбилейный год, это седьмой год, ну не юбилейный, а седьмой год, первый седьмой год, только после 20-ти лет, на 21-й год, после того, как евреи вошли в Израиль. Почему же такая вот промежуток у нас? Объяснение очень интересное, что Бог устроил наш мир именно таким, что все хорошее приходит только через труд и пот, только через наш труд, не обязательно физический труд, но через труд. То есть все, что приходит хорошее, все, что приходит в наш мир, оно приходит при помощи нашего труда, при помощи нашего изменения мира. Так скажем в Талмуде, что хлеб, который достается бесплатно, он хлеб стыда. То есть то, что продается бесплатно, это хлеб стыда. Так устроен человек, что человек получает удовольствие, так Всевышний устроил настоящее, после того, как он достигает что-то, что не получает бесплатно, а это он делает путем своего труда, своего действия, своих действий разных. Только тогда человек по-настоящему получает огромнейшее удовольствие от того, что он делает. И здесь мы чувствуем особую связь с процентами. Какую связь с процентами? Мы с вами говорили, что Тора ставит очень глобальную заповедь, которая запрещает брать процент из денег. Один из вопросов, который мы можем задать на этот вопрос, почему мы можем брать деньги от того, что мы даем машину в аренду? Почему мы можем брать деньги от того, что мы даем молоток в аренду? От того, что мы даем пользоваться какой-то нашей вещью? Объясняя Тора, мы уже говорили об этом, что есть одно понятие – поднять святость. Поднять святость. Все, что мы соприкасаемся, мы должны поднять святость. Мы должны это действовать. Любая вещь, которая к нам приходит, мы должны сделать, потому что за это мы можем получить деньги, деньги, которые мы можем поднять святость. Но очень удивительно, что с вещью, которую у нас берут, остается наша частичка. А когда мы даем деньги, то деньги, они не остаются твои. Пишется, когда ты одалживаешь должнику, в тот момент это его деньги. То, что он должен тебе вернуть, это отдельный закон. Но в этот момент это его деньги, он правит делать с ним все, что хочет. Это не твоя вещь. Это уже не твои деньги. К сожалению, часто это бывает вообще не твои деньги потом. Но мы говорим о том, что на данный момент, на данном этапе это его деньги. И поэтому ты к этим деньгам имеешь только то отношение, что ты когда-то их держал в руках. Но не только ты их держал в руках, что когда-то ты этот человек, который ты их заработал, ты ему дал. Но это уже другие деньги, это уже его деньги. Они уже не имеют связь к тебе, отношение к тебе. Поэтому то, что имеет к тебе отношение, это вещь, ты еще продолжаешь ее поднимать. Потому что она имеет с тобой связь, и ты можешь ее поднять. Потому что одна из идей, потому что эта вещь является твоим трудом. И она является связанной с твоим трудом. Но получать от того, что просто у тебя есть какой-то капитал, да, и просто от того, что ты ничего не будешь делать, это называется получать доход без труда. То есть что значит получать доход без труда? Человек, который одалживает деньги, он ничем не рискует, да, как правило. То есть если у него есть залог или еще что-то, да, то есть если он одалживает деньги под проценты, тем более он там берет там, ну все знают, как работают те, кто одалживает деньги под проценты, он ничем не рискует. То есть, ну хотя это очень тяжелый бизнес на самом деле, давайте не будем об этом, но мы говорим о том, что ты одолжишь деньги человеку под проценты, ничем не рискуй, ты знаешь, что эти деньги вернутся, то есть ты при этом не затрачиваешь труда, это тоже одна из причин, по которой Тора не любит процент, потому что это деньги бесплатные, деньги, по которым ты не поднимаешь их святости. Мы уже объясняли в другой лекции в предыдущем году, может в другой дикции, конечно, и за рулем, но тем не менее мы объясняли, что почему можно брать с неевреев, мы объясняли, что проблема в том, что когда ты говоришь, брат твой, это твоя семья, то есть ты не должен терять деньги, то есть если ты можешь их вложить во что-то, сделать что-то, и к тебе приходит их одалживать, то ты можешь вложить их по отношению к другому тоже как бы и сделать, но не к своему брату, потому что в семье совсем другие отношения. Почему другие отношения? Потому что это семья, в семье все происходит по-другому, и поэтому ты не можешь брату, который пришел в нищету, не дай бог, одолжить денег, чтобы потом его как бы как укус змеи, чтобы у него забрать больше, да, поэтому это заповедь для нас, это заповедь семейного отношения, о котором мы говорим. Но тогда спрашивается, почему, когда человек одалживает в бизнес, то есть входит в бизнес, то это он дает деньги, то есть получается да, с денег можно получить, почему есть банки, которые в Израиле делают специальный договор, что твои деньги работают в этом банке. Потому что когда ты даешь деньги в какой-то бизнес, то ты там тоже как-то находишься, ты как-то интересуешься, что там происходит, ты как-то тоже там живешь. Потому что это не то, что это часть тебя, да, то есть это деньги, которые можно давать, поэтому на бизнес можно давать и получать от этого определенный процент, да, то есть потому что ты участвуешь в этом, это уже не процент, это уже заработок. Так вот это называется заработок, это идет через труд, поэтому наша недельная глава также связывает это все три вещи, как мы сказали, это именно считывайте себя на следующий день, это другой уровень, потом пишется именно шесть лет работы, не будет шесть лет работы и седьмой день не получится, потому что это седьмой день, это новый уровень. И что Ребе говорит, мы должны с этого учить? Что каждый день, когда мы работаем, мы должны видеть, для чего мы работаем, нашу цель, нашу цель, чтобы пришел шаббат, чтобы пришел в седьмой день. Вот в чем наша цель. Наша цель недели труда, которой мы работаем, для завтрашнего шаббата, потому что завтрашний шаббат, он поднимает все, что мы делали наверх, но с другой стороны мы должны двигаться, потому что мы должны делать, как Всевышний устроил, что мы должны заниматься вещами, мы должны заниматься трудом. Не обязательно трудом, который мы говорим, опять же, физически, это труд, который должен приносить, поднимать святости. То есть мы занимаемся понятием этого мира, а в седьмой день мы поднимаемся над этим миром. Поэтому нужен седьмой день, для Земли шесть лет, а шестой день мы поднимаемся. Пишется, что наше исчисление это до того, как мы вступим в седьмое тысячелетие. То есть первый день, когда мы вступим в седьмое тысячелетие, это по-любому эра Машеха, то есть это особый день, то есть мы ждем, когда мы вступим в эру седьмерки, вот этого седьмого исчисления эры Машеха. И поэтому каждые шесть лет и каждый год и каждый день, что мы работаем, что мы движемся, мы должны видеть основную цель. Основная цель у нас для того, чтобы пришел Машех и раскрыл все, что мы делаем для того, чтобы был седьмой день, чтобы мы поднялись над материей, чтобы мы подняли материю на высокий уровень. Всем желаю. Шаббат. Шаром.